Значит, вы никогда не задумывались, как природа решает очень сложные задачи? Вот, например, одна из таких задач — это задача маскировки. То, что вы видите сейчас на экране, это живой организм, это насекомое, которое называется листовидка. И вот ее тело представлено в виде листа. То есть в данном случае природа как-то умудрилась настолько сильно модифицировать тело этого насекомого, чтобы оно просто было незаметно среди других листьев. Или похожий пример. В данном случае не сразу даже понятно, где здесь насекомое находится, правда, если посмотреть? На самом деле здесь палочник находится внизу, вот, собственно, его тело здесь. Вот это четыре ножки, которыми он держится за какую-то маленькую тростинку. И таких примеров очень много. Например, еще два интересных примера. Это вообще классная штука. Это муравей, в котором пророс гриб-паразит. Причем этот гриб, когда попадает внутрь муравья, он сразу не прорастает. Он залазит в его мозг и начинает им управлять. Муравей убегает из муравейника и начинает искать идеальное место для того, чтобы гриб мог вырасти. И гриб им управляет. Нет, здесь мне не нравится, давай дальше побежим, вот здесь хороший, здесь тень, давай вот здесь остановимся. И когда он находит это идеальное место, гриб его убивает и сам здесь вырастает. Да. Вот еще интересный пример. Очень похожий паразит, который попадает в мышь. Что это делает паразит? Он вот этой мыши выключает страх перед котами. То есть мышь такая, а, я тут ничего не боюсь, выбегает на центр, ее кот съедает. После этого, когда этот паразит попадает в кота, кот как бы с фекалиями где-то там сходил в туалет, да, и этот паразит замыкает этот цикл, он снова попадает в мышь и так далее. Но интересно то, что паразит управляет мышью для того, чтобы она была съедена котом и таким образом размножается. То есть к чему я это все веду? Это реально сложная задача, то есть нужно разбираться в структуре мозга этой мыши, да, и нужно понимать, что там еще кроме мыши есть кот, и нужно не умереть в желудке кота и так далее. Это все сложные задачи, которые каким-то образом природа находит интересные решения. И вот, в общем-то, смотрите, вот каждый раз, когда такой стикер будет сверху слева, вы можете поднимать руку, и тот, кто ответит на вопрос, который будет в центре экрана, я буду разыгрывать такие маленькие наклеечки от гитхаба. Окей, подождите, подождите. Вот. И вы их будете получать. Можно будет на ноутбук, например, наклеить, вот такой, как у меня с той стороны. Окей. И, собственно, в общей теории современная эволюционная теория, она называется синтетическая эволюционная теория, она, в принципе, объясняет, как это все происходит. То есть как природа решает эти задачи, она объясняет. Мы сегодня поговорим с точки зрения программирования, как мы можем это использовать. Окей, кто знает, что такое генетический алгоритм? Окей, вот парень там, да-да-да, вот вы. Окей, давайте еще пару вариантов, может, точнее какой-то вариант есть. Давай ты. Ага. Добрый, хороший вариант. И третий какой-нибудь еще один. Кто? Окей, давай вот. Есть такое. Ну, мне сложно. Мне понравился вот этот ответ. Пожалуйста, можешь взять вот эту наклеечку. Держи. Молодец. Окей, на самом деле ответ где-то посередине. Он есть просто на Википедии, вы могли загуглить там быстро, да? По сути, это решение задач оптимизации и задач поиска. Вот там с муравьями был ответ. Да, это одна из тех задач, которые можно решить с помощью этого алгоритма. Например, представьте, что у вас много городов, и вы хотите проделать оптимальный путь. Вот это идеальная такая классическая задача генетического алгоритма. Но, как оказалось, с помощью него можно решать огромный класс задач. То есть, и вот эти вот зеленым отмечены три операции. Это мутации, кроссовер и селекшн, выбор. Это то, что мы как бы у природы подглядели, и мы можем это использовать, например, как программисты для решения уже более конкретных задач. Вот очень схематично показано, что из себя представляет этот алгоритм. То есть, грубо говоря, это как программа. Сверху вниз идем, зацикливаем, и в какой-то момент мы из ветки эволюэйшн выйдем. Что здесь происходит? То есть, на хай-левеле мы берем… Вот у нас есть огромное количество решений для нашей задачи. Одни решения лучше, другие решения хуже. И мы, по сути, правильно было сказано, мы выбираем из этих всех решений чуть-чуть лучше, потом еще чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, и таким образом мы выйдем на какое-то там плюс-минус классное решение. Так вот, вначале мы генерируем кучу решений, каких-то произвольных. Потом мы оцениваем это решение. Окей, это там на десятку, например, из 100, это на 50 из 100, а это сразу на 70 из 100 у нас получилось. Дальше мы выбираем какие-то решения, мы их смешиваем, получаем… Оп, сори. Получаем какое-то следующее решение, вносим какие-то модификации и снова на первый пункт, снова меряем все эти получившиеся решения. И если этот процесс зациклить, там мы еще убиваем плохие решения, грубо говоря, то мы в идеале будем все время получать все лучшее, лучшее, лучшее решение и таким образом решим задачу в какой-то определенный момент. Окей, значит, вот реальный пример того, где это использовалось. Например, в 2006 году NASA, это из моей предыдущей презентации, NASA запустила в космос вот такую антенну. Причем задача была нетривиальная из-за того, что эта антенна должна работать в космосе. В космосе другие условия, там радиация и так далее. И вот ее форма, ее структура, тот материал, с которым она была сделана, они как раз получились с помощью генетического алгоритма. То есть они сделали такой эмулятор на компьютере, который подбирал разные формы этой антенны, и вот они такой результат получили. Она действительно полетела в космос и действительно работала. Еще один хороший пример, это тоже из предыдущей презентации. Представьте, что вы хотите решить задачу, вот у вас есть такая двухмерная, какая-то двухмерный мир, на котором есть какие-то такие горки, грубо говоря, ну, какая-то поверхность такая. И вы хотите сделать какое-то транспортное средство, которое будет передвигаясь, ну, сможет преодолеть все эти препятствия и уехать как можно далеко. По сути, такой либо велосипед, либо мотоцикл вам нужно сделать. И у вас есть материал, из чего вы можете создавать этот мотоцикл. Это крутящееся колесо, там, не крутящееся колесо и треугольник. И вы можете комбинировать разные варианты этих элементов, вы будете получать что-то, непонятно что. И вот, например, давайте сейчас попробуем это запустить. Смотрите, первая генерация каких-то случайных фигур. Из них случайным образом появилась одна, у которой там колесико крутится. На основе нее вторая популяция создается, которая чуть-чуть с модификациями, но тем не менее каждый раз у нас есть какой-то финальный лучший мотоцикл, грубо говоря. На основе него создается там следующая популяция, следующая, он еще дальше проезжает. И таким образом мы отбираем те, которые проехали дальше, на основе них делаем следующую популяцию, зацикливаем этот процесс. Видите, на каждом этапе мы проезжаем все дальше. То есть это уже там последняя популяция. И вот в конце мы получаем вот такую форму. Сейчас будет, по-моему, еще одна, на его основе еще одна популяция. И вот какой-то финальный там мотоцикл победил. Причем, смотрите, с чего мы начинали. Мы начинали там с какого-то рандома, совершенно ничего не значащего. И в конце мы вышли на такую форму. Вот здесь есть два колеса, которые оба крутятся. Первый вариант у нас был, там одно колесо крутилось. Есть перемычка, которая примерно по центру. Поэтому если эту конструкцию повернуть, она все равно поедет. То есть это оптимальное решение, плюс-минус оптимальное для нашей такой задачи простой. Это очень на хай-левеле, как этот алгоритм работает, чтобы вы себе представляли. Окей, теперь перейдем к тем экспериментам, которые я у себя дома провожу, основанные как раз на этом генетическом алгоритме. Проект называется Jivo.js. Собственно, первая версия была на языке Джулия, если кто-то видел предыдущие доклады. Сейчас я это переписал на JS. Короче, на JS все проще. Выглядит это, сейчас буквально там 0.1 версия, выглядит это очень просто. Это браузер, справа консоль, слева на Canvas 2D, там какой-то виртуальный мир, я сейчас расскажу, что и как, в котором эти все там организмы живут. Какая задача была? Задача симулировать вот такую природную среду, как вот живут все животные в природе. Они там как-то друг друга едят, размножаются, за ресурсы борются, вот эти все процессы, которые там происходят. А представьте, что мы что-то похожее делаем на компьютере. И мы смотрим, к чему это приведет. Интересная такая задача. На high-level архитектура этой штуки следующая. То есть у нас есть вот такой мир, это просто двухмерная какая-то карта, в которой каждая точка что-то значит. На текущий момент есть буквально три вида точек. Это черная, это ничего нету, просто в эту точку можно встать. Зеленая, это такая энергия или трава, ее можно есть. И уже цветная точка, это собственно организм. Это маленькая программка, которая что-то делает. Вот что делает, это самое интересное. Код в данном случае это некий байт-код. Там такая последовательность. Так, а тут есть это? Ну вот самый правый от меня квадратик, байт-код. Собственно набор чисел, поток чисел, который выполняется в виртуальной машине. И каждый из этих объектов имеет какие-то свойства. Например, в мире у нас есть какая-то ширина-длина, есть цикличный мир. То есть когда вы выходите за экран, вы появляетесь снизу или уходите вправо, появляетесь слева. Это цикличность, можно включать ее, можно выключать. Как круглая земля, идешь по кругу и возвращаешься туда же. У организма есть там скорость мутации, там собственно код, вот тот байт-код, потом там позиция на карте, сколько у него изменений с начала жизни и так далее, и так далее. Там красным отмечено еще energy and fitness. Энергия – это сколько энергии он за свою жизнь собрал. Это очень важный параметр, потому что по сути это напрямую влияет, насколько он успешный в этом мире. Ну вот в нашем случае это там деньги, богатство, там девушки, наркотики, все что угодно. У них это энергия. Фитнес означает приспособленность. Это по сути насколько круто он приспособился к жизни вот в том environment, в этом двухмерном мире. Ну и байт-код понятно. Байт-код конкретно для этой задачи – это такая разновидность, ну я расскажу, разновидность JavaScript, по сути, в которой есть там условия, циклы, переменные и какие-то там еще функции для того, чтобы эти организмы могли там бегать, там смотреть в какую-то точку и так далее. Окей. А, еще есть виртуальный процессор, который всю эту систему, это такая огромная мультипоточная система. И нужно код каждого выполнить как бы параллельно. Я об этом сейчас отдельно расскажу, про генератор и так далее. Вот. И есть такая штука как JSVM. Тут есть JVist, нет? Нет? Класс. Вот. Я, если честно, думал, что они немножко сожмутся, когда вот увидят JSVM. Окей. Давайте посмотрим видео. Я просто покажу, как эта штука, как она выглядит. Вот когда она запущена. Она и сейчас запущена у меня на компе, кстати. Ну, то такое дело. Давайте вот здесь. Значит, смотрите. Это пример, когда мир цикличный. Это что означает? Что когда ты выходишь за экран, ты попадаешь с другой стороны в него. Да? Так. Окей. Значит, понятное дело. Они догадались очень быстро, что можно как бы вот так двигаться и тем самым, самым простым образом собирать эту энергию. Потом он эволюционировал, уже разные виды появились. Там видите, разными цветами они обозначены. Это в приближении что происходит. То есть они вот так вот бегают очень хитрым образом и собирают эти зеленые точки. Там есть и зеленые организмы. Окей. Тут как бы все понятно. А что будет, если мы перейдем в режим, когда цикличность отключена? То есть когда ты уперся вверх, и все, и не можешь дальше идти. То есть там появились очень интересные адаптации. Например, вот так вот это выглядело в начале. Здесь уже двигаться не имеет смысла. Потому что если ты быстро двигаешься, ты уперся в стену, и все, и что ты там сделаешь? Ты там умрешь, потому что у тебя энергия закончится. И вот так вот все начиналось. Они там как-то дергались. Вот здесь можно видеть, здесь не очень хорошо видно, там будет увеличение. Вот здесь вот куча энергии осталась, а вот та область вся выедена. То есть они там как-то двигаются. И на самом деле они двигаются от верхнего левого угла, потом сюда по диагонали, расходятся концентрично в разные стороны и сходятся снова к центру координат, центр координат сверху слева. И вот самое интересное будет сейчас. И появились очень интересные виды, которые специфично себя вели. Вот здесь, кстати, можно увидеть, как один организм выбежал по диагонали и побежал вот туда вниз. Потом он пойдет вверх, упрется вверх, пойдет опять же в начало координат, ну и все это зацикливается. То есть посмотрите, вот здесь вот справа есть такой хитрец, я называю его крабом. Вот здесь он такого цвета. Он сжирает всех, кто тут застрял. Вот съел этого, побежал туда, иди сюда и ты, отлично. И вот так вот он всех, собственно, эти не знают, что делать, они тыкаются, мыкаются, а он иди сюда, дорогой. И вот так он сжирает всех, потом поднимается вверх, опускается туда, как раз там набежали еще, и он снова их жрет. То есть интересный вопрос, как он понял, что это можно делать, да? А вот система работает таким образом, что вот эти вот интересные адаптации, как те, которые я показывал в природе, он там дожрал всех, по сути. Вот последнее тут еще. Все, привет. То есть основные принципы, которые здесь используются, это вот как раз взятые из природы. Давайте дальше посмотрим. И я нашел код того хитрого, ну вот этих вот организмов, которые, собственно, вот шли вот так, поднимались наверх, возвращались. Вот если вы умели программировать, забудьте все правила. Здесь вот вообще нет никакой системы. То есть оно вот так пишется все, но оно работает. Значит, здесь есть два блока в коде, который сгенерировался. Вот, ну это псевдо-джава-скрипт, чтобы вы понимали, это не идеальный джава-скрипт, потому что там есть go-to, если кто-то не заметил. Это пока первая версия этой виртуальной машины, но неважно. Суть в чем, что вот этот верхний кусок кода срабатывает для того, чтобы организм шел по диагонали вниз. Ну он там не прям идеально идет по диагонали, он там еще дергается в разные стороны. Но суть в том, что важно, где он находится. Если y не равен нулю, то есть если он не поднялся на самый верх, где-то в центре экрана, то он продолжает движение туда по диагонали. В какой-то момент он упрется в какую-то из стенок, повернет влево, поднимется вверх, и y у нас встанет нулю. Тогда сработает вот здесь вот условие в этом цикле. На самом деле вот здесь. Те, кто хотят разобраться, могут потом взять мою презентацию и посмотреть внимательно. Там курить нужно долго, чтобы понять. И вот эта часть, она зацикливается в этом случае, и тогда он начинает двигаться по диагонали. А учитывая, что он уперся в стену верхнюю, он просто двигается влево. Доходит до нулевого, когда x равен нулю, и погнал снова, верхняя часть кода начинает работать. То есть вот как они смогли догадаться, что можно так это делать? Вот вторая интересная штука, как развивалось их поведение в отношении движения. Вот вначале, здесь зеленый и красный, это означает начало-конец. Вначале было какие-то очень простые формы движения. Я взял там историю, скажем, за несколько дней запуска системы и через каждую тысячу итераций брал код и смотрел, как он двигается. Вначале было очень простое движение. Просто влево они там двигались. Потом они поняли, что можно еще вправо двигаться. Потом они придумали диагональ. Почему диагональ выгодна? Потому что когда ты двигаешь по диагонали, у нас экран не квадратный, он у нас прямоугольный, правда? По диагонали ты больше пройдешь. Значит, больше вероятностью встретишь какую-то точечку, которую можно съесть. Больше энергии получишь, больше потомства произведешь. И так далее. Потом появилось какое-то сложное движение. Вот здесь уже третий вариант. Причем, заметьте, это все зациклено. То есть если зациклить этот блок, это получится что-то вот такое. Соответственно, вероятность, что ты встретишь при таком движении энергию еще выше. Ну и последний вариант, уже сами понимаете, это по сути такой простой сканер. То есть что он делает? Он двигается вверх-вниз, вверх-вниз. И при этом вся эта система двигается вот туда вниз. То есть он так тут, тут, тут и ушел. Соответственно, он сканирует всю поверхность и съедает все, что там находится. Причем это происходит со всем. Это только пример того, как они двигаются. Разумеется, там тот механизм, который там ест, он тоже модифицируется. Вот интересное, это еще старого проекта, написанного на Джулии, поэтому в код не пытайтесь, хотя может кто-то знает язык Джулия. Но фишка в том, что возник возник кусочек кода, который, по сути, делает следующее. Это hunting evolution, это то, как они охотятся. То есть в данном случае появился такой тип конкретный, который я называю бегун. Они что делали? Они смотрели, что если сверху над тобой кто-то есть, кто-то массивный, то есть можно было получить количество его энергии, это означает, что надо текать вниз, потому что он тебя точно сейчас съест. И вот этот код, по сути, означает, если сверху кто-то есть, убегай вниз. И вот на его основе родился другой интересный код. Код хищника, который, собственно, и ел тот, кто был снизу. И вот что он делал? Он смотрел, что если есть что-то снизу, быстро его ешь. То есть вот этот вот, здесь обведено, я не буду сейчас объяснять детали, потому что это долго, но суть в том, что вот эти блоки кода, они его лицомерили таким образом, что одни убегали, а другие их ели. То есть, по сути, мы получаем хищник и жертва. А вот те жертвы, они были травоядные, они веганы были, они только энергию кушали. Соответственно, у нас появилась цепочка, энергия, травоядные и хищники. Здесь простой цикл, не цикл, а график, который показывает, по сути, по х у нас время, а по у количество энергии среднее в популяции. То есть вот мы, по сути, смотрим, насколько хорошо эта популяция, ну какая-то там конкретная, которую я пробовал, насколько она научилась добывать эту энергию, находить ее вообще на этом поле. И вот видно, что вначале вообще ничего не происходило, потом резкий скачок какой-то, потом очень долго ничего не происходило, потом ба-бах взрыв, как кембрийский. И после этого уже можно заметить вот здесь, уже на тот уровень, который был, мы не опускаемся. То есть если провести такой тренд, что происходит с системой в целом, она в принципе эволюционирует. То есть она постоянно сложнее, сложнее, сложнее. Это все упирается только в то, сколько у меня процессорного времени есть. Да, эти два графика отличаются только тем, что вот этот мир цикличный, то есть можно ходить вверх-вниз, ну за экран и выходить с другой стороны. А этот, где же эта штука, а этот не цикличный. То есть тренд один и тот же в начале. То же самое, долго ничего не происходит, и в конце ба-бах взрыв. То есть появляется какой-то набор мутаций, который в значительной степени увеличивает их приспособленность в этом мире. Окей, интересная задача, практическая. Конечно, это все круто, что я рассказываю. Ничего не понятно, но все круто. А теперь, ну а что этим можно вообще делать, кроме того, что там запускать какую-то такую фигню? Вот у меня есть такой трекер на руке. Многие айтишники носят всякие трекеры. И вот он трекает все, чем я занимаюсь. То есть я там сплю, хожу на какой-то спорт, он все это сохраняет. Но тут есть одна проблема, это Garmin. Не покупайте Garmin, если что. Тут есть проблема, что он не понимает, какой тип тренировки. Ну то есть, например, ты идешь на пробежку, если ты сам не выберешь эту пробежку, он не поймет, что это пробежка. Он имеет свои догадки, но они обычно неправильные. Например, здесь нет тенниса. Ты играешь в теннис, здесь нет, здесь есть только кардио. И вот мне стало интересно, а можно ли с помощью такого алгоритма решить проблему определения типа тренировки. Что я сделал? Значит, я взял эти часы, я взял вот, стырил с их официального сайта, собственно, ну там взял эту C-швишку, там переконвертил его в JSON, положил к своему JavaScript. Вот это запись одной тренировки. Тут, sorry, тут хоккей неправильно написано, но то такое. Собственно, вот это одна тренировка. То есть мне интересны четыре параметра этой тренировки. Я не брал много. Это дата, когда она происходила. Это количество килокалорий за тренировку. Это время, продолжительность тренировки, то есть почти два часа, да? И там средний пульс, который был. Окей, все понятно. Таких тренировок я взял 60 штук. По 20 на три типа. 20 бега, 20 тенниса и 20 хоккея. Окей, все понятно. И пронумеровал их 0, 1, 2. Все эти данные, это такой огромный JSON, я его закинул в эту систему. И задача этой системы была написать такое решение, такой байт-код, который бы определял тип тренировки по вот этим входящим данным. Причем я ограничил это, там дальше будет, 90% точностью. То есть вот код, который сгенерился, и он решает эту проблему, как оказалось. Ушло на это 36 часов в моем случае, вот прямо на этом лэптопе. Я запустил, оно там генерило, генерило. То есть что это означает? Это означает, что я сейчас могу потренироваться, например, там пойти поиграть в теннис, да? Взять эти 4 параметра, ввести в систему, и на выходе я получу число 0, 1 или 2 с 90% точностью. Это очень похоже на то, что делают нейронные сети, правда? То есть они обучаются какое-то время на каких-то данных. Здесь было 240 значений в результате. А потом как бы на выходе вы даете им какую-то там либо картинку, либо данные, неважно, что там эта нейронная сеть делает. И на выходе он вам говорит, это то-то. То есть это один из альтернативных форм, как это можно сделать. Ну вот справа это, собственно, байт-код, который… Мы сейчас поговорим более точно про байт-код. Окей, стикеры. Как сделать бесконечный цикл на JavaScript? Кто первый? Ну давай ты, еще раз. While True. К чему приведет While True в браузере? Ну конец наступит браузеру. Не засчитывается вариант. Еще, давай ты. That immediate? Что это означает? Не знаю, честно говорю. Окей, он действительно будет бесконечный? Вот вижу человек. Окей, ты будешь передавать в виртуальной машине управление? Ну ты запускаешь это в браузере. Мы говорим за браузер. Это браузерный JavaScript. Если ты сделаешь просто бесконечный цикл, браузер умрет. Все, у тебя… Ты не сможешь в консоли ничего вводить, не сможешь в дом. Ну вот я вижу две руки, парень тянет. Давай, скажи. Окей, хороший вариант. Request Animation Frame. Принимается. Кто еще? Ну любой здесь. Кто? Еще раз. Set Interval. Второй хороший вариант. Еще. Давай. Еще раз. Это вариант самый худший из тех трех, но тоже хороший. Окей, но никто не сказал. То есть самый… Ё-моё, пять минут. Самый хороший вариант… Ну никто его не сказал на самом деле. Ну мне нравится set Interval с нулевым. Кто здесь сказал? Я стикер один отдам. Потом подойдешь и тебе отдам. Окей, суть в чем? На самом деле есть способ. Он не бесконечный по своей… То есть там не будет прям идеальный бесконечный, как вы привыкли, например, на C+, или на чем-то таком. Но суть в чем? Мы можем использовать месседжи. То есть есть такая штука, как постмесседж. И вот этот постмесседж работает невероятно быстро. То есть если мы… Что? Ну окей. Тем не менее это Windows постмесседж. Может быть, может быть. Суть в том, что если вы самому себе отправляете это сообщение, вы по сути быстро отдаете управление виртуальной машине и получаете управление назад. И вот разница, вот эта пауза, которая тратится на этот вызов, это всего 0,25 миллисекунды. Когда мы используем setTimeout или setInterval 0, на самом деле мы там в зависимости от браузера, от версии браузера, будет либо 10, ну по-моему минимум 5, насколько я помню, в последних версиях. Но все равно не 0,25. Это в 20 раз быстрее, чем мы можем сделать с помощью setInterval. Вот эта вот дырочка, по сути, вот она здесь и видно, что она дает 0,25. Окей. Кто знает, что такое генератор? Вот там. Та-та-та. Ну. Не, не пошло. Так. А что она делает? Ну окей, еще вариант давайте, чтобы конкурентный был. Давай ты. Так. А что она еще может? Она хранит, я согласен. Более полная кто-то даст вот здесь рука. Та-та-та. Так. Окей, подойдешь за наклейкой потом. Это пример с MDN. Это действительно функция, в которую, грубо говоря, вы можете заходить в нее несколько раз. И причем все локальные перемены внутри этой функции, они будут сохраняться. То есть в данном случае вот этот yield, он означает, по сути, это как ретурн. То есть он выходит из этой функции, и когда вы в следующий раз в нее войдете, вы начнете, вы продолжите выполнение этой функции с этого же места. То есть это то же самое, как будто это было бы ретурн индекс плюс плюс. Да, и вот снизу, если вы вот таким образом хитрым через итераторы его вызываете, вы получите 0, 1, 2, ну и так далее. И таким образом это такая хитрая технология, с помощью которой можно, по сути, сделать мультипоточность. Представьте, что у вас есть три генератора, здесь как раз вступает в игру вот такой виртуальный процессор. Он что делает? Он говорит, давай запустим первую функцию, выполним в ней пару строк, перейдем на yield, потом запустим вторую функцию, пару строк выполним, запустим третью и так далее. И пошло-поехало. Здесь пару, вышел, здесь пару. И таким образом, если это быстро делать, это очень напоминает то, как процессор работает на компьютере. Он между потоками переключается очень быстро, и у нас есть видимость одновременного выполнения. Здесь можно сделать то же самое. И первая версия, первая моя имплементация, собственно, была на генераторах. Но тут есть проблемы. Первая проблема, если вам нужно динамический код создавать, то вы по-любому будете юзать eval. Eval невероятно медленный. То есть если даже там какую-то простую строку сделать, типа A равно B плюс C, и вы будете ее парсить eval, она будет в 1200 раз медленнее, чем просто написать A равно B плюс C. Ну, понятное дело, потому что она компилит, парсит и так далее. Нужно будет в этот код вставлять yield, то есть нужно делать какой-то припроцессинг. Каждый раз, когда мы модифицировать будем этот код, мы снова придется нам вызывать этот eval, потому что у нас нет как бы возможности там AST менять. И мы работать будем со стрингами. Это тоже очень медленно. На самом деле хотелось бы с каким-то битами работать, правда? И вот вместо генераторов мы можем юзать виртуальную машину. Вот это как раз JSVM для джевистов. И вот мы можем, например, из такого байт-кода набора чисел 32-битных получать вот такой а-ля JavaScript, который будет выполнять виртуальная машина. В двух словах. Как это работает? Очень похоже. То есть представьте, что у нас есть три каких-то кода. Это просто набор каких-то команд, набор чисел. И вот этот виртуальный процессор, он может выполнять несколько чисел, потом переключиться на другой поток, выполнить там несколько чисел, переключиться на другой и так далее. Все точно так же, как с генераторами. Но плюс в этом в том, что вы полностью контролируете, в какой момент вы можете выйти из текущего потока. Давайте разберем одну буквально строку. Например, если у нас есть такое выражение, переменная V0 равно там вызов какой-то функции и передать ей в параметр V2, то в бинарном, точнее не в бинарном, в числовом, в десятичном виде это будет вот такое число. А в бинарном вот такое. Я просто пробелами разделил, чтобы понять не было. И вот 8 первых бит – это оператор. То есть этот оператор по сути определяет тип конструкции, в данном случае вызов функций. Дальше остальные параметры – это просто переменные. И вот значение как бы вот этих двух битов в данном случае – это по сути номер переменной. То есть 0 – это нулевая переменная, 1 – 0 – это двойка, это переменная номер 2. И все. Соответственно, виртуальная машина бежит по таким числам, разбирает ее на эти конструкции, подставляет ей специальный callback для каждого типа операции, он вызывается, на вход в параметры он получает вот эти вот значения и интерпретирует. Все супер. Соответственно, как работать с переменами? Перемены – это просто массив чисел. И вот эти вот 0, 1 и 2 – это по сути индексы в этом массиве. Вот и все. Задача решается очень быстро. И получается, что зачем это все нужно? Потому что мы должны этот наш код модифицировать, мутировать. Он должен со временем как-то меняться, чтобы мы отбирали лучшие решения. И вот мутация в этом случае, когда у нас код – это просто набор чисел, очень простая. Вы просто берете любой бит в этом числе, поменяли. И вот так и происходит. Вот у вас есть в битовом представлении какое-то число из предыдущего примера. Вы там выбрали какой-то случайный бит. Здесь был 0, мы поставили единицу. Получили v3. Соответственно, финальная строка у нас изменилась таким образом. У нас теперь v0 равно и down v3. Соответственно, полностью поменялся смысл этой программы, что в v3 там совсем какое-то другое значение. И, соответственно, поведение какого-то организма начинает меняться. Окей. Про скорость работы такой системы. Собственно, грубо говоря, на моем компьютере это в районе где-то там, ну, до миллиона может доходить вот таких лайнов в секунду. То есть виртуальная машина достаточно быстро работает. Причем ее там еще можно оптимизировать и оптимизировать. Окей. Этот проект открытый. Он лежит на GitHub, и вы можете присоединяться к нему, если вам интересно. Причем, что решать можно очень много задач с помощью этой штуки. Как, я надеюсь, я хоть немного показал. То есть если вы кто-то из этого списка, вот, или вы просто хороший человек, вы можете вот на этом слайде, вы можете его сфотать. Это все мои контакты. Как можно со мной связаться, как можно там присоединиться к проекту, и вообще со мной можно так поговорить. Вот, после выступления. Окей, можете сфотать. Я подожду. Вот тут даже здесь сфотали. Отлично. У меня есть Java Site первый. Это блог, в котором я выкладываю результаты работы, там результаты тестов и так далее. Ну, там можно почитать всякие интересные штуки. GitHub – это, собственно, сам код. Я есть в Facebook. И есть YouTube-овский канал, где я тоже выкладываю разные видео. Можно посмотреть. Окей. Вопросы. За вопросы, кстати, тоже стикеры будут, поэтому самый прикольный вопрос получат. Да, тут даже несколько стикеров осталось. Я думаю, за два вопроса можно будет отдать. Пожалуйста. В чем отличие этой системы от Artificial Intelligence, Deep Learning? Оно и есть. Это одна из форм получения искусственного интеллекта. Да. Это один из вариантов, как его можно получить. Изначально, собственно, это одна из основных идей у меня, как минимум, была. То есть я хотел, ну и хочу. Здесь уже нужно думать про распределенную систему, потому что какие-то реальные результаты нужно получать, там, AWS, юзать или там какие-то… Просто в один момент ты сказал, что оно очень похоже, но, наверное, есть какие-то отличия? Нет, конечно, отличия. Это как два разных подхода, если можно сказать. То есть нейронные сети, они решают похожую задачу, но по-другому. Вот. И они на сегодняшний день, наверное, чуть-чуть лучше проработаны, там, это доказательная база лучше и так далее. Вот эта штука была популярна, наверное, в 90-х годах, и там ее несколько ученых, грубо говоря, изучали. Но это, да, это одна из форм, но просто, ну, существует она, да? Как тебе еще объяснить? Окей, еще вопросы. Ну, кто-нибудь, мне все равно, кому микрофон дадут? Там заплатили, наверное, просто. Окей, я понял. Смотри, есть две версии этой программы. Первая была на Джулии, я там вспоминал буквально немножко. Она тоже есть на гитхабе. Там я запускал на неделю. За неделю как раз возникли вот эти вот, помнишь, там был слайд, когда поведение было, да? Если кто-то есть сверху, текай. Вот это как раз оттуда. То есть то поведение возникло примерно на третий день, плюс-минус, то есть трое суток. Максимально запускал на семь дней. У меня это в планах тоже запустить там на месяц, например, посмотреть, что будет, да? Это самое интересное, потому что, как вы видите, по тем графикам очень долго ничего не происходит. Тут есть там, например, акулы в природе, они очень долго не меняются. У них там, грубо говоря, эволюционный тупик, да? А вот, например, у других там животных, как там у той листовидки, да? Она невероятно сильно поменялась. То есть раньше это было какое-то насекомое, а сейчас это листик уже. Поэтому здесь важно, сколько экземпляров будет в популяции и насколько много у тебя ресурсов. Ну, интересный вопрос. Мы можем поговорить после презентации, я могу все. Про скайнет меня тоже часто спрашивают. Не, на таком уровне, не, не боюсь. Не, я запускаю. Она постоянно крутится, она и сейчас крутится на самом деле. Вот здесь вот есть в бэкграунде. Ну, неважно, короче, ладно. В бэкграунде она крутится. Еще вопросы? Да, спасибо большое за очень классный такой живой рассказ. Где вы? Я вот здесь. А, окей. Теперь уже я заблокировал. Окей. Вот, и классно, что ты показал, как вот такой вот ресерч, а потом пример с результатами для Гармина. Скажи, получилось ли как-то, не знаю, на гитхаб это отправить, чтобы они прошивку обновили? И вопрос именно в том, какие еще вот такие более практичные задачи ты пробовал решать, чтобы она тебе код нагенерировала и решила? Может быть, вместо команды китайца поставить? Знаешь, вот мне иногда хочется вообще какую-то где-то тему открыть на фейсбуке, чтобы люди кидали свои варианты. На самом деле их много. То есть все, что подходит под оптимизейшн задачи, все, что подходит под задачу поиска, оно может решаться с помощью этого алгоритма. По сути, если более в общем сказать, то все, что имеет много разных решений, которых можно ранжировать, например, это лучшее решение, это хуже. Вот все такие задачи можно решать этой штукой. Поэтому, ну сколько ты там придумаешь, столько и будет. То есть я вот взял, у меня такая конкретная моя проблема, я как бы ее решил. Можно еще какие-то без проблем. Там, в принципе, относительно гибко все это делается. Там можно дописывать свои плагины к этой системе, решать свои задачи. Ну, может быть. Ну вот НАСА, как видишь, использовала эту штуку. На самом деле там на Википедии, я помню, есть там список, по-моему, 300 направлений, где используются генетические алгоритмы. Ты можешь зайти и прочитать. Я просто все не помню. Окей, еще вопросы. Знаешь, если бы мы были на джавишной конференции, меня спросили, Димон, почему не джава? Димон. И меня каждый раз так спрашивают. Причем в каждом вопросе есть разные языки. Есть несколько причин. Первая с джейсом просто. Ну, это реально простая штука. Плюс я на нем программирую уже давно. Мне это было супер просто. Я попробовал такие очень нубовские языки. Вот я взял джулию. Это системный язык. Это что-то среднее между R, Python, C+, C, Objective-C. Это такой микс. И оно очень быстро работало, очень круто. Но кодить на этой штуке очень сложно, потому что ты занимаешься системным программированием. Когда ты пишешь на джейсе, блин, там все просто. У тебя пару типов каких-то каличных, дебаггер уже встроен, профайлер есть, все. Дякую. Да, тут даже ES6 толком не нужен был. Прошу. Да, по скорости. Но, кстати, я этот вопрос сразу проверил. По скорости я примерно в два раза уступаю той же джули, а это, по сути, скорость сишки. То есть это не на порядок, это не критично. То есть, грубо говоря, ты берешь, распределяешь это на два процессора, два компа или два ядра, и ты уже покрыл проблему в скорости. Поэтому я не вижу в этом большой проблемы. Тут важно, на сколько порядков у тебя скорость падает. Вот это важно. Еще вопросы. Хотел запитать, а вы какие складные оптимизационные задачи решали за помощью этой штуки? Например, там задачку комиво-ежоро, или еще что-то типа такого. Задачу я не услышал какую? Задача комиво-ежоро. Все равно не слышу. Комиво-ежоро. Нет, эту не решал. По сути, там буквально несколько задач, которые решили, которых я вообще пробовал. Меня больше интересует эмуляция такой системы и насколько сложный получится код этих организмов, насколько поведенческие они могут решать. Причем я хочу еще мир сам усложнять, чтобы как у нас было. У нас тут и дождь есть, температура разная, есть огромное количество вариаций этих животных и так далее. Вот это интересно. Да, можно решать практические задачи. Вот Гармин – это практическая задача. Но вот такие сложные я просто не пробовал. Нужно попробовать. Еще. Это очень важный поинт, потому что в природе вот эти катаклизмы приводили к тому, что происходило резкое развитие. Вот, например, там метеорит падает, и там хряк. Ну, правда, там уже думают, что это не из-за метеорита динозавры умерли, но это был один из факторов. Вот. Эти катаклизмы в теории должны приводить к тому, что популяции могут выходить из локальных минимумов, то есть таких тупиковых эволюционных решений. Да, эту штуку надо делать. Я это делал, я пробовал, но просто все умирают. Вот. Нужно, наверное, не настолько сильный катаклизм пробовать, потому что я им там просто, грубо говоря, убирал энергию, смотрел, что получится. Они друг друга начинают жрать. Да, но потом все кончается, и сори, Майкл. А ты не думал, что полный перебор был бы, может быть, эффективнее, чем мутация? Потому что во время мутации могут быть одинаковые решения. Думал, не будет. Это уже проверено. То есть как бы вся теория, она уже разработана. Я тут ничего не выдумывал. Я реализацию сделал. А по поводу перебора, ну, это точно дольше. Потому что здесь все-таки плюс-минус логичный выбор, а не перебор. Перебор ты имеешь намного большее множество, из которого ты убираешь. Ну, как я говорю, это дольше. Так можно, но это невероятно долго. Ты представляешь, что код, ты можешь решить одну задачу с помощью кода, там, я не знаю, бесконечным количеством вариантов, потому что у тебя ограничения по строкам кода в принципе нет. Вот. Соответственно, перестановки все. Это там капец просто. Но фактически мутация – это тот же перебор, просто включая одинаковое решение. Это не прямой перебор, потому что ты не просто тупо перебираешь, ты выбираешь хорошее и на основе них делаешь еще хорошее. И этих веток, вот таких хороших, еще хороших, одновременно происходит несколько. Понимаешь? И поэтому нельзя сказать, что ты не берешь все варианты вообще. Ты, по сути, откидываешь плохие варианты. Вот так это происходит. А этих плохих вариантов, их там, грубо говоря, больше 90%. Поэтому ты там в этих 10% и находишь хорошее решение. Поэтому это однозначно быстрее. Но иначе бы он не существовал как алгоритм, что есть отдельная часть науки, учат в университетах. Еще один маленький вопрос. Пока такие задачи очень простые, то окей, когда они подразумевают мало кода. А если это будет большая задача? Допустим, не знаю, распознавание текста? Будет много кода, да. Но сколько это может занять времени? Время растет экспоненциально. Здесь именно экспоненциальная зависимость. И вот вы видели, да, я там показывал на вот эту задачу с Гарменом, там это же фигня на самом деле. 240 значений, это 240 чисел по сути. Это реально мало. На нее ушло двое суток. Поэтому ты задаешь стандартный вопрос, насколько быстро нейронная сеть, например, учится. И вот ответ такой, сколько у тебя ресурсов есть, столько ты быстро и получишь ответ. Но, грубо говоря, чем сложнее задача, тем экспоненциально дольше ты будешь получать решение. То есть тут как бы, ну, сори, Майкл, тут надо использовать все распределенные мощности, которые мы можем себе позволить на наши деньги. Вот так. Окей? Окей. Давайте по стикерам буквально. Вот этот вопрос мне понравился. Это подойдешь ко мне, заберешь стикер. Потом вот от тебя вопрос. Да, это второй стикер. Дима, у нас тут еще два амазоневских сертификата. Это тоже надо отдать? Да. Я не помню, кто что спрашивал, если честно, еще. Я могу скомкать и бросить, кто поймает. А кто спрашивал про то, насколько долго я запускал? Еще был. Вот, ты подойдешь за этим. И еще один. Боже мой, дай бог памяти. Какой хороший там был вопрос? Катаклизмы, да. Хороший вопрос про катаклизмы. Это второй. Окей, согласен. Ну, счителей немного, ну окей. Окей, тогда всем спасибо.